Доброе утро! С вами Капля. Мы продолжаем наш блог о политике. Сегодня я хотел бы поговорить о представительстве. Политическая деятельность внутри страны или в каких-то международных структурах в обязательном порядке основана на представительстве. Коммунисты никогда не будут отстаивать права христиан. Христиане никогда не будут отстаивать права геев. Каждая часть общества, в котором мы с вами живем, отстаивает собственные права. Если мы с вами хотим получить вменяемую власть, то в таком случае каждая часть этого общества должна иметь свое представительство. Что делает та власть, которая хочет задавить тот или иной участок общественного поля? Первое, это лишает этих людей представительства в органах власти. То есть голос этих людей не будет услышан при принятии ключевых решений. Они не смогут никаким образом повлиять на эти решения. Когда в мусульманских странах, допустим, возьмем Пакистан, там достаточно большая христианская диаспора, более 6 миллионов христиан, которые не имеют представительства в органах власти. И поэтому каждый закон, каждое постановление, каждое решение местных парламентов, местных органов власти, оно исключает точку зрения христианской общины. И христиане живут ниже уровня бедности. Для того, чтобы эта ситуация начала меняться, необходимо, во-первых, чтобы их представительство, пакистанских христиан, оно было во властных структурах. Итак, влияние основано на представительстве. Если мы говорим о монархии, то мудрые монархии, то есть те люди, которые хотели, чтобы их народ, весь их народ, не большая часть, а весь их народ были услышаны, и в стране был мир, они окружают себя советниками, беря не просто тех людей, которые, будем говорить, как бы специалисты в той или иной области, они приглашают представителей от тех общественных движений, формаций или национальностей, которые представлены в их государстве. Если мы говорим о парламентаризме, то путем демократических выборов каждое общество, каждое сообщество, являющееся частью этого общества, представляет свои интересы через своих представителей во власти. Таким образом, сбалансированная власть – это та власть, которая включает в себя представление интересов всех людей в той или иной мере. Субтитры создавал DimaTorzok